В этом году отчёт губернатора Алексея Русских перед парламентариями прошёл в расширенном формате. Итоги работы исполнительной власти депутаты законодательного собрания заслушали на площадке Дворца культуры «Губернаторский». Первый вопрос сессии касался субсидий и льгот для бойцов специальной военной операции и их семей. На данный момент действует 28 мер поддержки, 26 из которых направлены на участников СВО. На сегодняшний день три именных подразделения находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, выполняют поставленные боевые задачи. Со всеми командирами подразделения я нахожусь в непосредственной связи. Неоднократно лично посещал наших бойцов в местах их размещения. Поддержку чувствуют в каждом батальоне. Как отметил губернатор, Ульяновская область сплотилась вокруг бойцов, проявляя всестороннюю помощь. Мимамуницией, оборудованием координируют меценатов, волонтеры, благотворительные и профильные фонды. Есть команда, кто работает, кто руководит, кто направляет. Ведь, понимаете, есть такое понятие, один палец в кулаке его может наносить. А когда команда работает в кулаке в связке с губернатором, с правительством Ульяновской области, достигается цели. Благодаря такой модели коммуникации результат виден и в других ключевых сферах жизни. Так, по поручению губернатора, согласно указу главы государства Владимира Путина о многодетных семьях, правительство области разработало новые меры поддержки. Речь о ежегодной выплате в размере 5000 рублей на ребенка. Средства направлены на покупку школьной и спортивной формы. Плюс утверждена ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг. Также введена льгота на возврат до 5000 рублей от стоимости путевок для отдыха на каждого члена семьи. На нашей территории Ульяновской области также у нас существует поддержка многодетных. Это льгота оплаты ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте, представление льготы на земельный налог, представление бесплатно школьной и спортивной формы, льготы на бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях. Сами общеобразовательные учреждения, согласно утвержденному плану, оснащаются современным оборудованием. Сейчас во многих школах действует система дополнительного образования. Открыты кванториумы для углубленного изучения точных и естественных наук. При этом под модернизацию попадают не только гимназии, лицеи областной столицы, но и те, что расположены в муниципальных образованиях. Это говорит о равных возможностях получения знаний для каждого школьника. Такую задачу ранее поставил Владимир Путин в своем послании федеральному собранию. За последние годы от Рады у нас построено достаточно большое количество новых современных школ, которые оборудованы современной техникой. И у учащихся есть возможность на основе в том числе смешанного обучения получать качественное образование. Работают власти над качеством оказания медицинской помощи. За 2023 год благодаря нацпроекту здравоохранения удалось обновить оборудование в больницах и поликлиниках, построить 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Отдельное внимание уделяют диспансеризации. Теперь плановый осмотр проходит в расширенном формате с привлечением узких специалистов для сохранения репродуктивного здоровья пациентов. Итогом комплексной работы сферы стало снижение смертности населения на 9%. На экстренные случаи реагировала санавиация. В цифрах это больше 50 спасенных жизней. Однако останавливаться рано. Губернатор поставил задачу до конца года сдать новый инфекционный корпус областной детской больницы на верхней террасе. Я думаю, что здесь у нас как раз будет большое развитие. Губернатор поставил акцент как раз на то, что те объекты, куда вкладываются деньги, в частности медицину, они немножко хромают в части сдачи в эксплуатацию. И как раз здесь неоднократно и я говорил об этом. Губернатор сейчас подчеркнул. Это подготовка проектной смертной документации. И все эти проблемы, они должны быть решены в едином центре компетенции. Губернатор контролирует и сроки строительства объектов культуры. Сейчас на финишной прямой реконструкция театра юного зрителя с поддержкой федерального центра удалось увеличить в 10 раз площадь здания. Построить комфортные гримерные комнаты, закупить современное световое и видеооборудование. Открытие планируют провести в сентябре. Тогда же на новой сцене состоится международный фестиваль спектаклей для всей семьи вместе. Александра Никитина, Анатолий Рассохин, Улл Правда ТВ.